Сорт малины сказка считается штамбовым. Он обладает крупными блестящими красными ягодами. По форме плоды напоминает конус. Они сладкие и сочные, обладают приятным ароматом. Даже при полном созревании малина с кусты не опадет. Малину сорта сказка легко перевозить даже на дальнее расстояние без особых повреждений. Этому способствует чрезвычайная плотность мякоти, стойкость к гниению и прочная связь между костянками. Зачастую сорт выращивают для продажи. Ведь плоды этой малины имеют очень привлекательный внешний вид. Кроме того, ягоды способны на протяжении длительного времени не терять свои вкусы и запах. Данная разновидность культуры характеризуется средними сроками созревания. Способна плодоносить с середины лета и до начала августа. Урожайность малины сказка высокая. С кусты легко собрать до 6 килограммов ягод. Культуру можно использовать по-разному. Спелые плоды являются отличным сырьем для приготовления джемов и варенья. Их можно употреблять также свежими или заморозить, что позволит надолго сохранить ароматы ягод. Кусты растений обычно имеют среднюю высоту, не более 2 метров. Они довольно компактные, а побеги культуры не имеют шипов. За сезон на растении формируется небольшое количество порослей. Поэтому можно не бояться массового распространения ягоды по участку. Стебли культуры упругие и мощные, ровные. На них отсутствует восковой налет. Подвязывать куст не стоит. На втором году жизни стебли активно формируют плодовые ветви с большим количеством ягод на них. Ветви с ягодами крупные, способны формировать до 5 боковых побегов, что положительно влияет на показатели урожайности. Листы на кусте крупные, зеленого цвета со специфическим блеском. Разновидность характеризуется средней устойчивостью к морозам, способна переживать до минус 23 градусов. В то же время засуха не страшна культуре вовсе. Но также растение имеет высокие показатели стойкости к основным недугам. Но только при правильном уходе за малиной. Малиновый саженец стоит высаживать на солнечных участках. Расстояние между отдельными саженцами должно быть не более 0,3-0,45 метра. Ряды же стоит формировать на расстоянии 1,5-1,7 метра друг от друга. В таком случае вам будет значительно проще ухаживать за ягодой застаивания жидкости губительно для растения. На нем формируются слабые побеги, а корни начинают загнивать, что может и вовсе привести к гибели куста. Увлажнение и мульчирование кругов почвы вблизи ствола обеспечит постоянную урожайность. Кроме того, на уровень плодоношения и размера ягод влияет и систематическая обрезка кустов. Выращивание оптимальный период для посадки разновидности малины – середина апреля. Такой срок непостоянен, в зависимости от климатических условий региона он сдвигается. К примеру, на Урале малину высаживать значительно позже, так как в апреле на земле еще лежит снег. Посадку можно осуществлять и осенью, однако многие справедливо считают наиболее приемлемой весеннюю посадку. В этот период особи приживутся значительно лучше, особенно если они не вытянулись, а почки еще не успели распуститься. Если же малина высаживается на зиму, процедуру обычно проводят в начале октября или в конце сентября. Для предотвращения обмораживания нижних почек куста, при посадке стоит провести окучивание на глубину 0,12 метра. Высаживать особи стоит кустовым или ленточным способами. Так выращиваются практически все штамбовые сорта. В первом случае в почве проделывают специальные ямки для каждого куста. При ленточной высадке стоит проделать в грунте траншею. Оба способа довольно результативны, так что, выбирать стоит тот, который подходит вам. Для высаживания куста малины нужно вырыть яму размерами 0,5 на 0,5 метра. После этого корни культуры помещают в специальный раствор коровика, а после опускают в землю и присыпают землей. Между кустами нужно соблюдать метровую дистанцию, а между рядами – двухметровую. При траншейной высадке дистанция между кустами должна быть больше 0,4 метра. В этот период в почву вносятся подкормки в виде перегноя или золы дерева точка удобрения древесной золой земли. Саженец нужно заглубить так, чтобы после проседания земли растение находилось на 0,03 метра глубже уровня роста в защищенной почве. Уход размножаться растения сорта может несколькими способами. Наиболее эффективно размножение с применением черенков культуры. Реже применяют отростки корней или отводки. Однако данный способ менее эффективен, что объясняется небольшим количеством этих органов. Процедура ухода за сказкой во многом схожа с уходом за другими сортами малины. Однако, разновидность имеет свои особенности, которые стоит учитывать. При высадке саженцев стоит отдать предпочтение хорошо освещаемым солнцем участкам. При этом расстояние между рядами особей должно быть около 1,5 метра, а дистанция между кустами – 0,3-0,45 метра. При поливах стоит правильно рассчитывать количество жидкости. Ведь при застаивании воды ветви и побеги ослабнут, а корни начнут гнить, а после и вовсе погибнут. Сказочная малина требует обязательных обрезок осенью. Ведь высокие показатели урожайности растения заметно снизятся в случае загущенности куста. Итак, сорт малины сказка – штамбовая разновидность, имеющая ряд преимуществ. Поэтому дачники выращивают ее с каждым годом все чаще и чаще. Кроме того, эта ягода может выращиваться в коммерческих целях, что также говорит в ее пользу. ГР.